всем привет это канал красного герцога и мы продолжаем выразить пустоши с игрой атом трудоград прошлой серии мы начали игру побродили тут по гостинице в общем то на этом все большую часть игры просто серии съела именно создание персонажа который загрузил с прошлой части с первой сейф вот но когда монтировал обратил внимание что я немножечко про это самое так паузу сейчас включу а вот и выбрал точнее не выбрал дрогнула рука не туда ткнул сменил имя общем поэтому я тут за кадром начал заново прям по записи повторил все свои действия то есть у меня сейчас новый персонаж другой не тот чтобы в прошлой серии но отличается он только именем больше ничем и как-то это по ходу игры не обратил внимание что зовут меня не лита а борис но теперь я переименовался я теперь снова лита вот умение все взял как были вот ну и как говорил на не на запись я побродил по территории тут есть рынок чек рынок чек тут есть вот тут вот до работающий круглосуточно суды по всему а вот я там немножко по торговал немножко себе тут переделал одежду во первых отдел этот самый который нам выдали комплектом за ранний предзаказ сделать и броню из-под крышек сделал двустволочку чтобы было ну и насобирал кучу всякого барахла не нашел металлолома для крафта обратился к торговцам кое-что искра из скрафченного решил продать тыкался к торговцам в поисках денег напоминаю что деньги у торговцев в этой игре конечные ну и долбанулся вот к этому демьяну от которого просто такой тени удалось он начал что-то бухтеть я прокликал пытаясь выйти в общем пропустил весь диалог но суть в том что мне выдало задание задание от него выпало выпало задание чертовщина купец демьян который продает шапки и защитную одежду попросил меня проверить не навещает ли его жену по ночам некий черт спальник бедняжка жалуется на плохой сон а однажды купец даже слышал как она стонет несомненно от жутких страданий нужно проверить их землянку ночью я смогу найти ее по рисунку голубя над козырьком вот ну я знаю где это землянка вот да а еще у нас тут ночь наступила и я замерз вот у меня тут есть значок защиты это защита от холода она у нас можно вот здесь посмотреть нет где-то 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 вот здесь да вот защита от холода сейчас работает но если долго торчать на улице причем ночью днем вроде ничего а ночью мне начинает появляться другой значок что я мерзну и у нас собственно да вот здесь есть где-то есть ой господи где-то есть статистики что нет ни статистики лишь ты был то где-то был параметр кстати время у нас 2048 будем да вот здесь вот у нас есть вот он пошел накопление замерзание голод и отравление вот такие у нас параметры из ладно пойдем поболтаем с женой чувачка где есть то господи вот он так я знаю где там где это где это вот здесь вот домик с голубем давайте зайдем туда и послушаем что она скажет стройная молодая блондинка с выдающимися формами встречает вас оценивающим взглядом и скромной улыбкой она выглядит легал слегка уставший или может быть просто задумчивый задумчивый привет ты наверное к моему муженьку его сегодня нет весь в работе но мы можем поговорить если хочешь я как раз с тобой познакомиться зашел да я рад слышать я как раз тобой познакомиться зашел харизма почему бы и нет спрашивай что хотел бабу бабу расскажи про себя я девушка северная когда муженек с караванами гуджи гуджи ездил у тысячелетнего дельца сановника при котором он младшим благородным дельцом работал машина сломалась моем родном селе под омском пока наш местный милиция чинил больше недели мы успели познакомиться и полюбить друг друга когда ремонт завершился я уже решилась отправиться в трудоград вместе с демьяном тысячелетний делец сановник немного помпезно для купца это такая культурная шутка у караванщиков гуджи у них от меньшего к высочайшему ранге так идут чем рабочий благородный ремесленник премудрый писарь накладных тысячелетний уступающий небу мудрец налогообложения младший благородный делец благородный делец девушка начинает загибать пальцы столетний благородный делец тысячелетний делец сановник с великой удачи незначительно уступающий лишь небу тысячелетний делец сановника равны небу а управляет ими всем пятитысячелетний просветленный делец способны превозойти небо но не до ее делающие этого и бы познал благородную дисциплину скромности язык сломаешь вроде все интересно на их родном языке тоже так все сложно а чем занимаешься рукодельничаю готовлю убираю стираю демьян мы часто в лавку зовет помогать счетоводством заниматься но мне моя нынешняя доля больше по душе все перепробовала в жизни андрей столько это так ладно сменим тему она чем задумалась девушка грустно усмехается и отводит взгляд на кручу на палец локон не поверишь думаю даже муженек мне не верит в общем каждый раз когда его нет дома меня мечта не что нехорошее всю ночь терзает спать не дает не что я улавлю я верну ловлю намек на некую паранормальную активность девушка смотрит на вас с восхищением ой как хорошо сказал все так паранормальный потому что берется из ниоткуда каждую ночь когда мужа дома нет а уж какой активный всю одежду разбросает всю душу измучить до первых лучей зари и что конкретно он делает этот чертик ваша собеседница выглядит так будто вот-вот разрыдается до чего он только не делает месяц и верещит за волосы дергает иногда палец свой плюняют и давай им у меня в ухе ковырять а я не крикнуть не убежать не отпихнуть его не могу словно бы паралич какой-то на все тело вплоть до рассвета утром пропадет гаденыш а спать тоже после такого приключения никогда и никто мне с этим не поможет это этого пьяницу сторожа стоянки думал позвать так не чтобы меня остерег или одного из охотников так муженек не поймет приходится терпеть даже не предлагай помощи видать крест у меня такой так да я твой муж говорит он тебя проблемы со сном да надо же я думал что он не не верит а он уже рассказывает о моей беде другим значит все таки его убедила и хорошо ведь это правда все подробности ну ты у меня уже в прошлый раз вывезло так что даже не знаю что еще можно добавить может тогда ты так на парочку других харизма почему бы нет что знаешь ну так ладно ничего я лучше пойду и и чё ну поговорил я с ней как-то задание ну здесь ничего нет нужно проверить землянку ночью ну окей мне вот вопрос собственно мне надо сюда прийти ночью или я могу прямо здесь затусить и ночь собственно у нас во сколько начинается то давайте попробуем сначала не давайте вообще давайте вот почаще сохраняться и попробуем подойдите течение не 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 сиди здесь будильник как у нас 2049 ну 9 грубо говоря 10 о начнее куда 2349 а по затем сатанинское отродье словно вы чувствует ваше присутствие да чё-то я не это середины началось разворачивается сдрагивает и урагатая голова отваливается со стуком падая на пол это была лишь маска маска на лице таинственной старухи каул каул замечательную захаришь поличным поймали не дамся старушка тяжело дыша 7 нитка выхода из землянки где вы без лишней сложности и перехватываете женщина заглядывает вам глаза и бормочет отпусти на харьку захарию а то в лебедя превращу пушки дай бежать так так порядку останется продолжить что сделал сделать что делал это было забавно но если попытаешься бежать заплатишь свою кровью нет давайте второй вариант давай по порядку что здесь происходит почему ты делала то что он ты делала до дворин до моей сонные зелья покупать прекратила естественно мой первый моей первой реакции был одеться в черт и забраться в ее дом пока мужа не так угнуть и курить ее белодонной чтобы вызвать ценный паралич и не давайте спать всю ночь так бы на моем месте бы на моем месте также поступил не нифига так твои мотивы мне понятно теперь я совершу гражданский арест а вот и нет фиг тебе каковое предательство коварная старушка швыряет на пол яичную скорлупу закупал неную мукой получившийся белоснежном облаке она ловко изворачивается убегает за дверь растворяется в ночи эх ну зато мужу и мы ее сдам дам ну ладно так это спит надо было все таки наверное снаружи ждать и весь этот просмотреть но бог с ним ладно главное что мы выяснили что это коварная старушенция а кстати говоря а где муж риммы муженька тут нет где-то шляется зараза дома его тоже нет где он ходит и падла такая бухает наверное в таверне пойдем в таверну поглядим где он тут у нас так я вот не понял вот это уже за показатели в наш они меняются со временем это в таверне тоже никого только старые наши знакомые так это моя по моему комната да давайте тогда до утра подрыхнем потому что по морозу шляться не хочу да и жрать хочу я хочу жрать придется а подожди мечет по моему было да нет морковка нет я нашел больше ничего галеты ну от них особо не это хотя 600 сколько у меня тут 1300 ну можно галет съесть просто не хочу пока тратить бабки на это дело блин да что ж такой то давайте съедим вот лучше лучше сникерс нуля так как у нас тут народ вышел уже на работе нет 6 утра видимо еще слишком рано до на рановато ну пойдем даже да спим тогда еще сколько на часок наверное можно конечно просто где-нибудь постоять отдохнуть но раз такое дело лучше поспать часик часик эти два 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 нельзя только три до девяти нет давайте тогда час опять голодный вышел вышел народ все ладно значит 7 утра у нас уже даже в 650 наверное 6 на народ собирался надо было 10 минут просто подождать ну да бог с ним пойдем сдадим задание наше первое выполненное задание демьян так будь здоров с чем ты ко мне пожаловала не слишком в этот не слишком исключительный денек по поводу твоего задания ох не томи ложь 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 ух ты начал ничего не заметил черт рогатые а просто и прости мужик но нет никакого черта один ты рогатый риму и правда мучил черт ну и правду да расскажем риму ночами пугала торговка захария чтобы то снова начала покупать и снотворное зелье демьян мрачнеет и с хрустом сжимает кулаки вот оно что поганая старуха все эти сомнения все эти страхи все страдания мои невинны прекрасной рима из-за нее из-за жадности этой подлы гадюки держи награду а теперь мне нужно ненадолго отлучиться только не делал ничего такого о чем потом горько пожалеешь так и он ушел а можно привоз прилавка подпатырю так чем нам делать 300 рублей 289 очков опыта кепку ушанку тибетейку и две банки сгущенки это хорошо банку сгущенки тибетейка в память о фидели да можно поносить ушанку далее и кепку ну фуфло в общем то все эти кепки тибетейки можно каш продать разобрать их по моему нельзя здесь вообще разбора по моему нету да только выбросить можно сделать с них тоже ничего не получится ладенько торговка захария вот собственно вот он там сходил по морда сам я таки понимаю настучал до или грохнул или грохнул бабульку нет ну вряд ли он за такой нет жива старая карга этот гимьян меня побил по твоему доносу все она со мной дружить не хочет грозит вам кулаком ну мне можно было купить всякую дребедень типа табачок наркоту всякие как они называются куколки вот это вот вот это вот все какие-то целебный порошок волчьи противоядия нахрен надо мы потом сами соберем если что так у нас есть еще одна фишка на этой территории который я не на запись посмотрел давайте мы это тоже сделаем а именно тот самый клад о котором нам рассказал мужичок вот мне понравилось как здесь это реализовано прикольно получился механизм вот это у нас клад вот здесь в эту кучу надо залезть но там минное поле же поэтому сейчас мы будем краситься по минному полю вот и это забавно опять же сохранимся потому что всякое может случиться вот об и вот мы увидели мины и вот так потихонечку полигонечку по одному шажку двигаемся вперед а здесь прохода нет им придется обходить вот так вот будем краситься будешь внимательно пожалуйста опа 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 справа сверху слизу давай здесь попробуем здесь нет век можно залезть вот 10 металлолома 10 поленьев 5 макулатуры и коллекция зубов пол-литровая банка почти до горлышко наполнены золотыми зубами нехилая находка вот тебе и золото партия данной тут мы значит нашли и металлолом и по следам своим можем потом немножечко выйти но только немножечко потому что следы заметает типа снегом тихо что-то куда-то я не туда до зашел или туда и уже просто забыл их а вода вот так вот больше на этом мином поле нихрена нет но зубами вы разжились теперь давайте общаться с людьми ну только если у них есть что интересного сказать едва о господи едва заведев ваше предближение этот сухой сгорбленный дед крякает хлопает себя по коленкам а рот его расплывается в широкой беззубой улыбке привет милок что подсобишь дедушки по сильную помощь окажешь старецу старцу гурьяну драчину и буяну зависит от того с чем помощь требуется правильно что спрашиваешь всегда сначала спрашивать надо а то согласишься помочь а я потом тебе какой-нибудь глупость загадай месяц с неба снять кита в прудике выловить я же старенький уже ум за разум заходит но дело у меня к тебе куда проще видишь радио не фурычет зараза починилась старец гурьян выуживает из-за пазухи потемнейшие от времени прототивный радиоприемник и протягивает его вам так погодить постой сперва задам тебе пару общих вопросов хорош ты человек сразу видно хочешь дедулю гурьяна веселый береседы развлечь да понимаешь я ведь больше радиослушатель радиослушатель ой извините дед ли тот или ты тоже закашлялся так ладно давай сюда пол погляжу что можно сделать я тебя как увидал первое что подумал о какой зло придет небось ограбить старика пес поганый а вторую сразу после этого а может он не с этим паскудным радио поможет и вишка сбылось пророчество на держи изучай дед созорной улыбкой передает ваши руки доисторический приемник так внимательно рассмотреть технологии попытаться при починить приемник без запчастей или удача вот дублин тут вот-вот ну очень очень а кстати да прикольно очень нужна кнопочка меня перевес кстати характеристик вот парам сейчас вызвать я же не могу пока не выйду отсюда это неправильно то что я не помню что у меня больше внимания технологии или удача ну будем надеяться что остальные пункты не пропадут давайте с внимания начнем рассмотрим радиоприемник успех вы внимательно осматривайте приемник похоже когда-то это прямоугольное устройство имела характерный зеленый цвет который теперь выцелил до грязно-бурого спереди на устройстве тускло тускло поблескивает название турист на задней пластине видно название завода в и год выпуска 56 очень ценная информация для ремонта вы открываете отсек для батареи сразу же замечаете возможную проблему контакты окончательно добиты годами коррозии починить этот дефект без инструментов довольно сложно но одна горка металлолома и новый провод колоссально облегчили бы зал дай задачу так и я же здесь нету взять с собой или как 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 где у меня есть принципе и провод и горка металлолома с они у него можно брюку купить и же где здесь вообще кнопка барахло а или я потратил провод я потратил провод ай-яй-яй-яй 700 рублей кстати зубы стоят ну давай попробуем починить без запчастей до прокатило слава богу поразительно немного народной смекалки и полчаса возни в недрах приемника позволяет вам с полностью очистить злосчастные контакты батарея до ржавчины устройство оживает ваших руках с прогул с громогласным шипением белого шума настроить приемника какую-нибудь местную станцию чтобы проверить работу динамика вы не успеваете прикоснуться к регулятору когда старичок с радостным возгласом выхватывает из ваших рук шипящий шелестящий на невыносимой громкости радиоприемник справился починил моего туриста ах и как раз к началу радиоспектакля свечная лагуна прямо как в детстве спасибо тебе сынок вот держи гостинцы мухоморчик один самогон и бутыль и рассола на утро какой еще спектакль ценю твой юмор утец но как-то не густо получается да ладно что будем грабить дедулю да его хоть на какую станцию настрою где с искренним удивлением отмахивается от вас а чё тут на настраивать все уже настроена слышишь почался виктор про свечную лагун рассказал как малявата в нее пошли идут средь сосенок средь сосенок вековых где солнце не видать где ветер дует холодный идут сквозь ночь сквозь голодную ночь гурьян закрывает глаза и начинается наслаждение покачиваться подрежущее ухо порывы белого шума ладно давай тогда награду я потопаю конечно давай бери скорее старик умудряется достать из-за пазухи целую корзину и живо впихивает вам в руки мухомор здоровенную банку огуречного рассула и пузырь самогонки после чего отворачивается зачарованная ревущим из динамика радиоприемника белым шумом ох вот эта постановка вот это радиоспектакль не ходите вы свечную лагуну малята там пираты вас поджидают давно не буду мешать так ой господи надеюсь дедов будет немного так 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 55 килограмм маша ваша да это бревна давайте что-нибудь по крафтим потому что крафт уменьшает вес мухомор была бы у меня кукурузина я мог бы сделать куколку но на хрена нам не сдалась спрашивается нам тут тоже не всего хватает расходники а здесь нужен блин вот опять же тоже ну ну вот ну вот ну вот ну вот что мешало бы да вот как-нибудь сделать так чтобы можно было навестись на ингредиенты и посмотреть что они все представляют ой вы и целебный порошок у меня только эта хрень есть на косяк тоже нет папироска тоже нет соленая рыба и так далее нужна рыба косячок у меня есть но в отличие кстати от первой части а и папироски есть ну папирос плюс 8 ремесла дает а вот косяк по моему одни минусы плюс один харизма но минус ловкость минус внимание интеллект голод увеличить данную зайницу надо быть продать кому-нибудь так на патроны везде нужен порох поэтому тоже в пролете но крыль болтов да но на болты мне тоже ингредиентов и нет оружие жуткий кастет подожди а а вот 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 я могу сделать жуткий кастет шанс очень низкий а могу все испортить арбалет надо сделать обычный сначала тоже не могу веревки нет веревка кончилась двустволка у меня есть из нее можно сделать трехстволку нужна бутылка пустая можно выпить и получить пустую бутылку но надо ли мне с учетом того что у меня нет патронов нет не надо перчатка с шипами нет метательные ножи нет тяжеленая перчатка нет а ручка стит у меня уже есть самодельный пистолет нет есть только свинчат куда но на хрена нам не нужно спрашивается дубинку нет тоже с гвоздями в качественный нож тоже не могу нужно точила принципе все можно купить но я не хочу сейчас тратить на это деньги с гранатой f1 тем более понятно ну давайте попробуем не хватает чего-то не хватает а две коробки гвоздей надо зараза ладно что у нас в одежде я думал сейчас покрафтим кованный щит колючая броня броня из покрышек ни хрена тоже не могу сделать кроме обычного щита ну нахрен он мне опять же нужен респиратор вообще ничего котом короче ни хрена я не могу сделать если только сделать гвозди купить гвозди и попробовать сделать жуткий кастет банку гвоздей до банку пачку а мне бы бревна израсходовать бревна расходовать не на что так а я вообще двигаться не могу ну зашибись блин придется что-то выбрасывать ну давай бревна выбросим теперь я должен мочь ходить отлично хотя бы ходить так а ты чё тут сидишь печальный повстречавшийся вам на пути мужичок явно погружен какие-то невеселые раздумья он обхватил голову руками и пристально смотрит себе под ноги и сколько привет товарищ вещи перед палатками мужичина невольно дергается при вашем приближении неуверенно улыбается будто не знает чего от вас ожидать дружеского разговора или подлого нападения привет привет от старых штиблет чё пригорел нему с уважаемый их горе у меня приключилась причем за такой глупости что признаться стыдно так глупостями так интеллект дай догадайся это как-то связано с дать догадаться это как-то связано с потерянным имуществом ты в самое яблочко угодил сразу видно умный мужик дело в том что когда я пришел трудоград меня было отложено маленькое состояние несколько нестандартная но все-таки банка зубов золотых мужчину неуверенно чешет затылком и осторожно заглядывает вам в глаза было у меня баночка с золотыми зубами самое оно чтобы по кабакам расплачиваться до заноса чиновникам таскать держал я в палатке однажды выпил и решил спрятать в не самом удачном месте теперь уже твои зубы вот золотые зубы где-то их надо было на целую баночку нашел ну блин выкопал из могил выкопал брось будто ты никогда таком даже не подумал от безнадёги знаешь на что люди идут я же не грабил никого не убивал а мертвым сети поприкушки уже ни к чему ну и где-то умудрился их потерять на минном поле чё ты городишем правду говорю по пьяни решил спрятать от греха подальше да так чтобы точно никто не украл черт знает как не подорвался как пока туда и обратно шел а вот теперь страшно идти забирать и напиваться для храбрости тоже неохота может хоть ты меня выручишь вижу что человек опытный сходи на минное поле принеси банку зубов золотых нормально сколько заплатишь если принесут теперь уже твои зубы ну рублей так что подкинуть думаю смогу сгодится банк то 700 стоит чувачок алё вот спрашивается на ну во первых за 700 у меня ее конечно никто не купит это номинал с другой стороны если мы выполним квест он все-таки опыт да ладно давайте опыт ценнее подавись своими зубами минное поле ровно под стенами на этой стороне нужно только от главных ворот направо свернуть спасибо огромное а я по-другому прошел кстати тайник надменным поле может у меня есть чем тебя порадовать внимательно слушаю вот банка золотыми зубами вы передаете странную копилку в миг повеселевшему мужичку и тут быстро прячет ее все за пазуху подальше от любопытных взглядов случайных прохожих спасибо тебе 215 очков опыта вот это называется выручил най пойду оба обмою такое радостное событие разумеется каждый второй стакан твоя честь будет да и чувствует и все там в общем ты и просадишь я польщу но может лучше мне заплатишь и получил деньги 150 когда совсем с головы вылетела вот держи 150 рублей даже больше чем я изначально планировал тебе дать на больше не проси сам же понимаешь что в деньгах я не купаюсь ладно свободен ну да под вечным ценам 700 рублей это ни о чем ну хоть полегче стало на килограмм да так хочу у нас вообще с опытом то есть я его коплю 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 а дальше что где он вообще есть то вот очки опыта а до 85000 на 1 брайда то есть чуть-чуть ну скоро значит узнаем кстати я тут вспомнил да еще одну вещь у меня же в комплекте есть вот такая штука пламя-гасители мы можем поставить на охотничье ружье правой клавишей нажимаем на пушечку и выбираем модификация оружия вот минут у нас есть пламя-гаситель что он нам даст меньше шанс попадания без прицеливания зато увеличит шанс попадания с прицеливания а также шанс у попадания каждой последующей пули в очереди то есть имеет смысл на автоматическое оружие ставить интересно можно ли их снимать 15 требований оружейного навыка а где у нас требования к оружейному навыку очки действия навык урон дальность очки здесь так особенности удар прикладом рекомендации вот 52 ружья ружья и виток винтовки а он даст еще плюс 15 то есть будет 67 а у меня ружья и винтовки 75 могу ну давайте возьмем давайте поставим за одну узнаем можно ли его будет снимать снять можно на все вопросов нет три штуки можно прицел еще модифицировать и приклад прикольно первой части этого по моему не было утяжелитель нас ставится в какой-то рукопашное оружие но у меня ничего такого а в нож можно нет нету нельзя утяжелитель у нож поставить нельзя но в принципе с ножом что-то можно сделать интересно а кстати да ремесле этом самом а крафте что мне не хватает чтобы нож прокачать точила мне нужно гвозди и точила давайте я попробую сейчас по-быстрому это дело купить у того же мужичка который тут торгует всяким и тогда скрафтим себе нормальное оружие вот тут у нас торгует всяким барахлом да что за показатели до меня до первого это собственно здоровье 128 и уклонение 9 так да приятная встреча значит точила одна штука оселок одна говорю штука и пачку гвоздей 80 рублей дорого опять же нет кнопки сортировать по цене показать приоритеты а покажи приоритеты а вот это хорошая штука вот это хорошая штука ничего из того что у меня есть ему не интересно вот ты ж гад но сортировка по цене не помешало бы все таки и увы нет есть только по весу банку огурцов нет продадим сгущенку тем более хоть она и не очень сытная кстати банка сгущенки она зато на вынослив с плюс 1 дает можно конечно вот это за 4000 выложить но у него просто денег не хватит со мной расплатиться за камуфляжную форму блин утяжелитель продать еще денежат под поднять на этом ну а стоп подожди у меня же есть шапку шапка во всякие шапки и прочее барахло так 82 хотя стоп подожди подожди ну-ка 82 где мне одежда 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 так сто тридцать семь сорок один двенадцать восемьдесят два ну-ка 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 здесь есть же дымьян который торгует шмотом и вообще должен мне ну-ка дымьян а что ты мне скажешь а дороже а дороже и да шмот его интересует интересно давайте тогда я лучше уж ему продам 1100 у него есть подствольный фонарик интересная штука на жутко дорого так а так в принципе только шмот только шапки у него на ладно тогда давайте продадим ему так так общение и сопротивление здесь больше общения меньше сопротивления у той который меня больше сопротивление меньше общения здесь выживание вот тебе тейка с кепкой точно на хрен плюс 3 общения плюс 5 выживания а вот эти две ты репы репы вот на через shift можно сравнить ну пять очков общения наверное такое себя вот 10 выживания давайте эту продадим а это пока оставим это тем более оставляем потому что это для крафта 300 рублей обмен вот теперь можно покупать всякое чем не там надо было гвозди пачка и оселок ну готово и перри рублей не жалко 80 обмен так давайте смотреть крафт нож шанс высокий отлично я сделал классный нож молодец я 53 килограмма все равно перевес и жуткий кастет нет давайте-ка я намерен его сделать я знаю что это не спортивно но я только начинаю игру пока всего мало поэтому не хватает все еще чего не хватает два кастета на нужно два хороших кастета вот тут-то мне нужна свинчатка ладно хорошо благо есть у меня чё провал классно это круто так вот так и теперь жуткий кастет шанс очень низкий вот теперь надо сохранять ммбм жуткий кастет черт провал провал кастет разваливается ваших ладонях сам непостижимым образом потеряли его навеки и теперь мне хватает предметов нет 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 так не пойдет делал о какая картинка сочная пум-пум-пум разваливается опять так и шуразик очень низкий шанс это действительно очень низкий да ну я сейчас попробую короче все с какого-то раза получилось жуткий кости 27 очков опыта и ну то есть когда у меня вот металлолом ломался я как бы продолжала вот когда кассет кончился тогда конечно у суда и 36 кило килограмм меня через 46 можно отлично давайте где у меня оружие а где кастет а я не забрал до кастет 918 нож 514 нож можно продать кстати кастет можно да можно модернизировать но тоже опять же компенсатор какой-то у него можно вставить а в нож рукоять компенсатор чудно чудны дела твои господи ладно вот так вот еще я хочу что остальное у нас жральники да вот здесь только всяким барахлом торгует ну-ка посмотрим что у тебя в приоритет войти какие у тебя приоритет это торгуется предпочитает оружие и общее оружие ну вот как раз ножик я тебе и продам потому что кастет круче а остальное шиш а общее я даже не знаю что тебе вообще продать а подожди мне кассеты были в это я на тырил тут по домам кассеты давай мы тебе их сплавим 44 кило подачу почему так только что же 36 было чё за хрень непонятная кстати можно за точку сделать 22 рубля охренеть жетон от жетона там продают нормально а есть чё купить порох можно было бы купить провода не хочу ничего покупать задницу так обмен и про заточку я думал да я же могу сделать заточку блин точильный камень а он не расходуется подожди я же его купил для ножа и получается а он не расходуется а изоленту нужно мне за ленты нет ну ладно просто я думаю может вилки всякие выкинуть ну бог с ним ладненько деньги это вес и много есть я голодный начинаю ведь экранчик пошел замораживаться начинаю подмерзать где моя статистика вас 1300 до жрать я хочу от души давайте тогда по-быстрому сбегаю в таверну перекушу погреюсь и потом продолжим базарить с местным населением так ночью я поел согрелся давайте посмотрим что у нас тут вы заметили как ловко он это провернул так загадочный седоглас и мужчины лихо жонглирует целый карлоды карт фокусник как ним фокус как минимум визуально интересный завораживает вас на добрые полминуты когда вы подходите ближе фокусник обращать на вас сопроницательный пронзительный взгляд быстро собирает карты в колоду не глядя вытаскивает из нее все четыре десятки показывает вам и хлопает себя по карману пандами мы немного ли хоть не могу лихача так хорошо что вы моментально осознаете он предлагает вам посмотреть какой-нибудь особый фок фокус за 40 рублей ответишь на пару вопросов не мой а давайте мужчина протягивает вам колода карты же с жестами просят перетасовать ее глядя на то как вы это делаете он лишь качает головой показывает на свои наручные часы время деньги очередно говорит он ну ладно тогда давай хоть фокус покажи черт с ними 40 рублями четыре очка опыту показательно засучив рукава фокусник перемешивает колоду предлагает вам выбрать одну карту вам достается бубновый валет когда возвращаете карту обратно мужчина врует вашу карту на части швыряет остатки прочь затем уличный артист замахивать небольшим жезлом дует вам прямо в лицо и жестом предлагает вам засадить руку себе за пазуху о чудо невольно охнув вы нащупаете там карту а вы навеет с легким недоумением понимаете что это новый валет интересный такой фокус ладно мне надо бежать окей так а ты что такое а по вы отворачиваетесь от фокусника и уже было собираетесь уйти в освоясь и как вам подбегает тучный мужчина который все это время наблюдал за представлением он без спроса приобнимает вас за плечо и подозрительно покосившись на волшебника отводит чуть в сторону слушай приятелю дружи под сами страду страждущему следователю карточных фокусов так отвали че руки распускаешь так а что тебе нужно говорить причем покороче сущий пустяк мелочь дело касается волшебника амадея рассказывал который только что как у которого ты только что фокус заказал я за ним уже хрен знает сколько слежу чтобы понять секрет его коронного номера номер с мистическим названием регалии младенца молча слушать дальше рассказов странный мужчин мужик этот фокус показывает каждому человеку только один раз такой у него кредо я свой раз уже потратил и не понял как он последнюю часть номера делает но может их ушли хоть что-то заметишь я дам те 100 рублей только стоит этот трюк заказать а ты мне потом передать что видел и зачем тебе это карточные фокусы ловкость рук это моя страсть я работу бросил чтобы стать известным фокусником я знаю многое но ничего такого что делала бы меня лучше большинства если бы я постиг секрет регалии младенца я бы сразу нашел кучу мест для выступлений ну уже соглашайся вот деньги давай попробуем вот суд как как узнаешь секрет фокуса дам еще столько же а то и больше запомни подойди скажи закажи регалии младенца и постарайся понять как он делает трюк о да и тогда тогда я маэстро арту ручкин сравню с непреизойденным окей ну давайте так смотрит не в глаза не против покажи-ка фокус а покажи мне свой коронный номер регалии младенца мужчина с легкой хмылкой забирает у вас деньги и потирает руки словно бы предвкушая ваше удивление затем он снимает себя тулуп видимо чтобы доказать что в его рукавах ничего не скрыто и передает его вам оставаясь лишь в тонкой белой рубашке вы вешаете тулуп мужчины себя на руку фокусник показывает вам колоду карт рубашками вниз и постукивает себя полку пальцев очевидно предлагая вам загадать любую карту у себя в уме карта которую вы загадываете пиковый туз затем амадей вынимает из карманов брюк еще две голоды карт смешивает их с теми что уже были в его руках и начинает тасовать их самыми разнообразными способ так азартные игры пока попытаться понять его технику но у меня этот пункт по моему вообще не вкачан так что вряд ли прокатит на провал здесь вы просто не в силах уловить подвох движение фокусника быстро и уверенные сами по себе действовать на вас завораживающе неужели коронный трюк рассказывал настолько сложный что понять его может только другой маг смотреть дальше запоминая движение мужчины с невероятной почти нечеловеческой ловкостью швыряет карты в воздух и ловит их то по одной то сразу десяток который падает в его пальцы вверх несколько раз он выплевывает недостающие карты достает их у себя и у вас из за ушей из ботинок и даже из носа внезапно вы слышите громкое карканье задираете голову и видите как над вами пикирует крупный ворон его клюве зажата игральная карта с криком он выпускает ее то падает прямо в руку фокусника он разворачивает ее к вам и вы видите бубновый туз совершенно не ту карту чтобы загадали ну классное представление мужик но я не эту карту загадывал мужчины с извиняющейся улыбкой опускает взгляд прячет карты и жестом просят вас вернуть ему тул вы пытаетесь но тут кровь стынет у вас вы больше не держите тулу фокусник вместо него вам подмышку набита охапка смятых карт каждый из них пиковый туз ну похвалить ругаться требовать объяснение бестолку конечно он пошлют нафиг ругаться их мыкать присылительно поводу нет фокус знатный вы хотите что-то сказать надавитесь и закашливайтесь из вашего рта выпадает пиковый туз вы вздрагиваете но от этого целая стопка карт невообразимым способом установлены у вас на темечке падает все эти карты пиковый туз вы инстинктивно отшатываетесь от окружающих вас копий загаданной карты когда они вдруг воспламеняются без какой-либо причины вскоре от них остается лишь пепел вы поднимаете ошалелый взгляд на фокусника и замечаете что он стоит переданном вам ранее тулупе словно никогда ранее его и не снимал да только почему этот трюк называется регалии младенца амады рассказов лишь пожимает плечами будто ответа на ваш вопрос нет даже у него но его хитрые глаза при этом вспыхивают словно россыпи самоцветов красноватых лучах утренние звезды я пожалуй пройдусь да спасибо за представление дам ничего не получилось у нас его расколоть где у нас вообще азартные игры 11 на ни о чем с таким можно было даже не соваться но ладно так а задание 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 дым и зеркала мне не удалось выяснить секрета модель его коренный трюк похож на настоящую магию любом случае стоит рассказать об этом ручки но может гипноз какой-то давай расскажем что знаем а куда это меня унесло то так артур ручкин продолжает таращиться сторону выступающего на потеху прохожих фокусника потирая руки облизывая губы замечаю заметив вас он слегка кивает и снова поворачивается к выступающему я посмотрел фокус к сожалению я ничего не понял с протяжным стоном ручкин закрывает лицо руками а я ведь уже слышал такой ответ да от 20 людей которых я точно также нанял за последние гроши да в чем же его проклятый секрет который никто них ему не может разглядеть я пойду спрошу сам меня достало ждать объяснит хорошо пошлет по известному адресу значит такая моя судьба ну бывай задание я так понимаю у меня до закрылась завершенные кстати она попала в завершенные не в проваленные хотя по факту я его провалил так а что у нас тут за барышка бабушка не молодая женщина с папирожкой греется возле бочки оглядывает проходящих мимо граждан с видом сытого хищника проходящий мимо граждане старательно отводят взгляд и ускорять шаг посмотрите на них тоже мне приличные нашлись как по пьяной волне то ромашка вам и любовницы и подруга а как протрезвеете то прям все женщина крепко затягивается выпускает темно-серый почти черный клуб дыма и зад и откидывает окрестности пристальным взглядом вы единственный кто стоит поблизости молодой человечек горячего интима не желаете так сказать по правде нет не желаю жаль но если что знаешь где меня найти окей ладно нет нет геронтофилия не страдаю не надо не надо нам этой грязи так здесь торговцы понятно мужичок собачка какой-то стоит давайте попробуем с ним потрещать здесь больше ничего нет бабка захария с нами разговаривать больше не хочет а здесь еще мужик на волге какой-то невысокий мужчина нервно топчется на месте со злобой поглядывая на алхахматого пса который сидит неподалеку высунув язык мужчина так поглощен этим занятием что даже не замечает вашего при приближении нерадивый пес ничего не может не годится даже на шашлык так самого так 100 рублей пёс не беспокоит наши убью громко завопить и зачем мне это надо а шутя есть кстати интересного ерунда ну давай что у тебя за проблема с псом мужчина вздрагивает от неожиданности громко чертыхается на неизвестном вам языке языке кутенгеский джаля нельзя так людям подказываться лавай с псом проблем такая заплатил за него хорошие деньги а он меня не слушается не охраняет не ждет мне сказал даже лапу не дает ум они приложу что делать с этим несносным животным сам не эксперт по собакам но может я решу твою проблему мужчина смотрит на вас со слабоскрытым скепсисом и попробуй пообщайся с этим лежебокой звать его хайщень морской огурец по на по вашему может быть чего-то и добьешься а если никакой не получится у тебя есть мое разрешение его пристрелить так ну пообщаемся харизму давай поговорим переговорим давай так как тебя зовут я не хал а тебя как зовут меня зовут виталий лапша макароны сил мастер ну врать нет смысла ну лита меня зовут очень приятно лита пусть то им принесет тебе удачу поделись к слухами хорошо сменим тему ну давай уже о результатах да ничего я пойду давайте поговорим с собакой молодой кабель немецкой овчатки задевает вузы задирает голову смотрит на вас глуповатым выражением моды так как мне нужна подготовка а чё у меня вообще есть такой параметр дрессировка я чем даже не это карманной клаже кажи технологии взлом скрытность первой помощи выживания бартер общения металли а где а как я не вижу тут инженер-конструктор им там молок вряд ли здесь поможет защита призрака дух старого графа раевского а это защита тот самый который мы собирали в той части так а я чуть не вижу тут ничего про подожди ну-ка 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 у меня не выживание наверное или выживание где у меня было в ремесле нет не в ремесле выживание нет не выживание а в ручном охотник у меня был да вот а тут даже непонятно что нужно то и плюс один к даже редкие предметы по идее в выживании должно быть что-то ночью ты я не вижу ничего здесь про дрессировку и вообще общение с животными задание упала на нет не упал а упала активная дрессировка ради лапша получится ли вообще что-то ну давайте попробуем ну что хочу не будем тренироваться глаза пса расходятся в разные стороны и начинает тихонько скулить сидеть лежать так лавил на чужих кусал тех кто обижает хочет что ты далеко не отбегал быть рядом ничего не научиться в другой раз ну допустим для начала надо чтобы ты простые команды выполнял сидеть лежать без смотрит на с непониманием какой же подход применить чтобы обучить его сиденье лежание и ползанию сила выживание выносливость удача силы выживания выносливость удача так сила выживания выносливость удача выносливость удача у меня удачи и выносливость сильные наиболее сильно прокачан и соперечисленного а выживание это у нас умениях и выживание у меня наиболее прокачан но здесь ничего по этому поводу нет давайте попробуем все-таки выживание опознание животных инстинктах и способов коммуникации до прокатывает вы не особо притворяйтесь собак вы не просто притворяйте собаками буквально становитесь собакой хозяин пса командует сидеть и вы садитесь после чего маханаты хайшинь точности повторяет ваше плавное звериное движение так что у нас дальше было бы неплохо если бы ты лаял на чужих укусал тех кто обижает хозяина самоуверенно вы сам на самоотверженно подвозить подводите пса к хозяину просите его повторить команду фас пока животное не поймет что ему нужно напасть на вас как же это сделать ну опять же выживание тоже успех вы принимаете припоминаете повадки бродячих псов с которыми вдоволь успели повидаться на просторах пустоши и рыком определенной тональности моментально вызываете ухайшинь не гнев хозяин отпускает его произнеся фас и пес повисает у вас на штанине после пары повторений упражнения хайшинь выучивает команду так и хочет чтобы ты далеко никогда не отбегал быть рядом с ним пока не прикажет уйти ну все то же самое получается по выживанию долго вы отвязываете пса и он сразу же отбегает от хозяина нужно научить собаченцы подходить и оставаться с ним рядом так вы без труда имитируете призывный лайс камп самки немецкой овчарки который знаком вам благодаря обстоятельствам которые вы не готовы вспоминать после того как пёс понимает что вы от него хотите лай замедляется команды рядом и пёс быстро и и заучивает и что у нас там вы смогли отключить пса всему что ему нужно было знать животное быстро быстро дышит далеко высунув язык возможно вам это лишь кажется но в его собачьей улыбке читается что-то похожее на благодарность за новые знания отвести пса в сторону по какой-то немыслимой придет приву причине научить его выдергивать чеху из гранаты а зачем чтобы взорвать китайца да ну ладно москвы мое дело сделано я пошел так говорим результаты брейсировки а рады меня лавой все готово пес у тебя теперь как новенький да я видел видел как ты его образу миловой вот тебе хорошая плата 330 же мимби да не делать такое хмурое лицо я в рублях тебе и заплачу 300 рублей так премного благодарен вы не выживание по моему опыту тупер более был более дикий чем некоторые волки приручение такого зверя было настоящим подвигом прибавить деньжат к награде успехом да не удивлюсь если такой бывалый воины правда с волками состязался ты знаешь что говоришь а потому мне не жаль еще сотни ну спасибо спасибо чё 400 рублей заработали достаточно много опыта подняли и кстати говоря опыт 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 характеристики 84000 еще тысячу на нас полторы полторы тысячи еще набрать зараза ну ладно так а ты кто прохожий привет а ты чувствуешь широкоплечий и здоровяк прислоняется к своей потрепанной легковушки скрещивает перепачканную мазутом мазутом руки на груди и спрашивает чё ты тут рискаешь мужик может водилу ищешь тогда ты по адресу а чё у тебя есть мясо кусок у тебя есть хорошо и сигаретка рад слышать как раз хотел чтобы меня по городу покатали нет лучше пешочком пройдусь ну ну по адресу говоришь о чем ты лучше других таксистов каких таксистов а блин моя вина что неправильно сформулировал вот мужики поржут когда скажу что миху рулевого за бомбилу приняли я тебе грузоперевозку предлагал пассажиров не катаю то вы видать трудограды с грузопривозками раз в первом встречном услуги толкаешь миху рулевой раздражен развеет руками кооператива водил с долгосрочными контакт контрактами все одеяло на себя перетащили некоторых вообще город субсидирует так что до голодные времена наступили для частников типа меня зато не каждый служащий городу водила возьмется за то за что возьмется частник да а то твоя правда эти кооперативщики совсем обнаглели срочные доставки только за тройную плату берут цену сами выставляют без переговоров не все торгаши могут все такое позволить а мне всегда есть место торгу будем жить братуха так еще вопросы можно болтать такой вообще нравится работа что думаешь о городе видел что интересного дороге ну давайте кто такой так кто говорят же тебе водила крутить баранку это все мои все бабы были жены так среди них и не нашел дети может и есть где-нибудь но только те что по случайности там тоже считай нет у друга на зависали прям тут в авто скучный человек короче ну остальное я может потом не на записи по базарю там может что интересные факты какие на дыбу и потому что время в серии уже подходит концу да вернее ну давно подошло к концу надо заканчивать уже но здесь вот кто-то еще куда-то кого-то не пускает так не пущу потом поговорим седовласный на все еще достаточно крепкий мужчина лет пятидесяти яростно глазеет на сконфуженного сторожа стоянки видимо когда он переводит свой взгляд на вас он несколько успокаивается стал перед потеряет переносицу видал каков сволочка зеленая собака безродная не дает мужику с убийцы сына родного поквитаться тебя сына убили так милицию звали мужчина сплевывает себе под ноги с отвращением у этого буржуя сементяры куплены правосудие еще более слепой чем обычно коль перед ним пачка денег потрясти даже детская кровь его не отрезвит на ком ты говоришь объясни толком ваш собеседник кривится и машет сторону окружающей автостоянку изгороди вон выродок дорогих шмотках на пару со своим телохранителем в машине роется видишь нет это купец гониев больной урод когда из рейса 100 товарами месяц назад возвращался попался ему сынок мой витя по обочине шоссе мальчик шел ягоды собирать на болоте сбил его до этим самым авто который ремонтирует все так причем нарочно баранку выкрутил как сейчас вижу витя на незломанное тело как она по воздуху летит как об землю шлепается убил урод за просто так потому что мог потому что знал что никто ему ничего за это не сделает понимаешь ты понимаешь кажется что убитый горем и жаждой месте отец вот-вот разрядается ясно на стоянку почему нельзя ну это понятно так жуть и что думаешь теперь делать мужчину молкает и подозрительно коситься на строго сторожа мысли кое-какие есть ну давай лучше обсудим это дельце у меня в номере в гостинице я при этой собаке много болтать не хочу мужчина бросает последний призрительный взгляд на сторожа стоянки уходит прочь посмотрим это вот эти что ли а ты кто такой а ты кто такой невысокий мужчина нервно топчется перед вами заискивающей улыбкой на лице и сигарет и зубах именно его вы наняли чтобы отремонтировать ваши сломавшиеся на подъезде к трудограду личное авто вы сделали это еще до того как провести полную кошмаров ночь на постоянную на постоялом дворе привет шеф выбросайте полная говорит огорчение взгляд на свою верную победу это моя машина сколько всего вас не пережили с того дня когда выкатили из гаража на свалке железячников неужели ваше совместное приключение подошли к концу после глупейшего столкновения с бревном на трудоградском тракте шеф ку-ку что-то там задумался ну ты скоро победу починишь какой у тебя прогресс шеф тут ремонт нужен такой специфический не на один день мягко говоря и даже не на неделю поверь я бы был бы только рад если бы это было неправдой но это так помощник нужен homo sapiens ну-ка если я сам попробую провал трудись и ответь на пару вопросов так как тебя зовут а мы разве еще не представились а ну да ты же заказал ремонт и сразу спать пошел кости винник меня зовут пока что винник а почему пока что потому что скоро я паспортном столе попрошу за деньги мне одну букву в фамилии заменить чтобы звенника получилось винтик буду механиком винтиком разве не гениально механик винтик жена против ну что с ней взять приземистая женщина ни ума ни фантазии так сменим тему а чуть ты тут дымишь кто машину ремонтировать будет ты подозрительный мужик шеф я вообще-то твой драндулет все утро крутила только вот сейчас покурить отошел спроси любого а еще лучше поверь мне на слово беззаказательно что называется так а прогресс то есть уже какой-нибудь шеф я делаю что могу но времени это займет у ему думаю что только у ущерб от коряги который ты сбил по дороге в город ты в курсе сколько пули у этого драндулета в двигателя сидела когда я в него залез радиатор тебе волки грызли не отвечай ну ладно я пошел в общем да у меня значит есть машина но она не на ходу хотя выглядит вполне себе рабочей лошадкой так но это значит те самые нехорошие люди или этот кто 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 злостный убийца кого наказывать слегка раздосадованный мужчина лет 30 ковыряется отмычкой в сильно расцарапанном местами проржавейшем замке на водительской двери старого никого авто и дав вас он кивает и снова поворачиваться к двери не до разговора видишь не открывается зараза и уже ехать скоро ключ чуть-чуть у а за половину от продажи этой красавицы я открою тебе эту дверь от кошка выбей если ты ключ потерял зачем тебе дверь открывать все равно ведь не уедешь зажигание ты у меня есть только от этой клятой двери нету потому что не родная она заменил после аварии а теперь жалею о том что дверь новое о том что кольцо для всех этих ключей не так и не прикупил вот жизнь ну давай я попробую может он конечно взломщик и угонщик но вас обеседник встает за свои руки в карман и подпускает вас к двери слушай спасибо тебе я ничего заплатить не смогу ну я всем своем курсе ли расскажу как это хороший человек и если выручишь так сила дернуть взлом взломать отмычками технологии подгнать отмычку владельца авто под замок давайте сначала смотрим провал да ничего не это технология успех да вы закрываете глаза исходу представляете как должен быть устроен замок в этой модели автомобиля это позволяет вам понять что именно отмычка похоже на вязальную спицу загнутым концом поможет привести в действие очистковый механизм двери наиболее эффективно пару или на движении замок поддается вы распахиваете дверь перед ошеломленным мужчиной ну ты даешь я эту отмычку даже не пробовал использовать странная она какая-то а вот ты разобрался настоящий ты друг вот что я скажу вы замечаете завалившись в подсиденье оберег который явно купил бы ваше старание слегка вой этом те амулетик увидал на полу подари за помощь а мужчина вздыхает но соглашается с вашей помощь его просьбой протягивает вам целую безделушку не ума машина говорила ловкости мне придаст скорости реакции на дороге знаешь продать помогал особенно когда выпивал за рулем а те тебе помогать будет бери хоть и жалко раз мама сделала то бери его обратно мама это святое может и мне он приходится у меня медаль кто на шее есть может оберег и хороший но ладно мама это святое водитель широко улыбается забирает амулет и крепко пожимает вам руку ты человек честь и товарищ потеряли мешочек ловкости на приеду домой гуся за тебя на жертвенном огне сожгу заживо между прочим и не на костре где пламя и дым его были бы быстро бы убили а на газовой плите каждая секунда его чудовищной огонь и которую никак не заслужил пусть тебе год удачи принесет мир тебе дружище пойду собираться в путь мы теперь если виноватым смерти гуся чувства оригинально однако какая интересная глубокая у вас культура и не говори не говори ладушки о ладушки пора мне уже бежать пока возможно здесь что-то что-то от мигания экрана намекает что здесь возможно были какие-то варианты ну да бог с ними так машина смотрим закрыта а ты значит тот торговец да смогла лиц и мужчины лет 30 встречает вас осторожным взглядом но довольно быстро расслабляется внимательно рассмотрев ваше лицо он заговаривается едва уловимым южным акцентом видел как ты с тембе газа бедолагой разговаривал ну чьего сына я сбил случайно говори что хотел товарищ что стоишь на того мужика забыл забора убил лицо мужчины мрачнеет его глаза опускается он сжимает кулаки тащит хрипным полным боли голосом чего-чего спешил город товар выгрузить а этот пацан брел посреди шоссе пьяный в драбадан я посигналила он не на это кукиш показал длинный нос а потом еще такой жесть со смыслом давай едь на меня мне пофигу ну ты поехал да да есть твоя вина избавляя скорость его объехать попытался а кто же знал что он не прямо на лобовуху прыгнет от поила своего видать не рассчитал что удар убийственный будет хотел подстроить будто я его сбил чтобы деньги потом из меня высасывать знаю таких людей а этот мужик говорит что ты его чуть ли не специально сбил я как бы в курсе это меня так обижает просто вот невероятно я ведь тому пацану и похороны оплатил и денег этому так назовем у отцу дал и на коленях перед непрощение просил что так вышло никто бы такое не делал ведь парень сам под колеса прыгнул но этому старому хрену плевать компенсацию которую ему выплатил он пропил и проиграл бомба ган теперь устраивает этот концерт возле стоянки чтобы еще денег выбить бывают же такие уроды отвратительно как тебя зовут ну это понятно петр ганев чем занимаешься что скажешь понятно ладно хорошо пойдем тогда у нас все здесь получается остается только мужик это до серии уже целый час 10 надо заканчивать больше здесь вроде а здесь еще повар ну ладно тогда значит с мужиком в гостинице которого сыночку машина сбила поговорим потом в следующей серии выясним так сказать обстоятельства да то есть мы немножко скорректировали его историю где он там в номере вот он вот посмотрим что он на это скажет и поговорим с этим поваром ну здесь наверное просто можно пожрать будет купить или приготовить на и еду самому на костре вот и наконец-то отправимся в город наш на третью серию чё-то блин драйва как такового нет а тут еще какая-то девушка с ребенком на столице приход психопатов которые не хотят пускать город видим в общем это сделаем уже тогда следующей серии блин чё-то как-то хочется уже кого-то пострелять ножиком подчекать а то одна болтология уже две серии два часа с лишним получается ладно в общем вот такая получилась серия продолжение уже завтра если вам серия понравилось ставьте лайк если не понравилось ставьте дизлайк оставляйте ваши комментарии об игре если вы играли особенно впечатлениями делитесь на моем прохождении о моем канале в целом подписывайтесь на который если вы еще не подписаны также подписывайтесь на группу вконтакте ссылочки есть в описании ну и не забывайте жать на колокольчик дабы не пропустить выход новых серий а у меня на этом на сегодня все всем спасибо и пока